У Дениса с рождения тяжелое заболевание сердца, и он сам постоянно нуждается во внимании. Но когда мальчику предложили помочь другим больным детям, не раздумывал. Не так давно Денис увлекся шитьем необыкновенно душевных кукол Тильда и на аукцион выставил самых любимых персонажей – волшебницу и музыкального котенка. Он как-то один раз пришел, говорит, вот я в интернете нашел вот такого-то мишку. Говорит, давай сошьем, не проблема. Сама возможность делать подарки и потом их дарить, как-то вот у ребенка вызвала именно вот этот интерес. Идея провести аукцион прозвучала во время выставки, посвященной Международному Дню Инвалидов. Эту инициативу поддержали власти Самары. У нас была выставка изделий авторов инвалидов. На этой выставке присутствовал глава. И он предложил, давайте проведем аукцион. Очень сложно, не выходя из дома, видеть красоту мира. И в данном случае мы вот сумели показать, насколько мы талантливы, насколько мы творческие. С молотка ушли 20 слотов картины, вышивки, игрушки, поделки. За многие развернулась настоящая борьба, а цены выросли в десятки раз. За искусные работы, хранящие тепло рук и сердец авторов, боролись руководители крупных предприятий города, частные предприниматели, представители банков, юристы, представители городской администрации и думы. Обладателем одного из лотов стал глава Самара Олег Фурсов. Мы поможем авторам этих работ получить поддержку в жизни, самоутвердиться. И насколько важно, чтобы каждый из них понимал, что он обществом востребован, что для него не существует барьеров в общении, в пользу инфраструктуры города, в реализации своих творческих планов, в реализации своих способностей работать. Те инициативы, которые сегодня проходят в городе, мы с вами замечаем. Мы с вами увидели семь фасадов, которые отремонтированы были в прошлом году. И это уже ремонтировал бизнес. И я очень рада, что традиции меценатства, традиции дореволюционной Самары возрождаются. Авторы работ получили только стартовую стоимость. Все остальные средства пойдут на лечение и покупку дорогостоящих лекарств для детей больных раком. Участники аукциона уверены, такие начинания должны стать постоянными. А тех, кто хочет и готов помочь, в Самаре очень много. Они вопреки судьбе продолжают работать, продолжают учиться. И им необходима поддержка людей. Может быть даже не те деньги, которые мы сегодня заплатили, а то, что их работы приняли, то, что их работы люди видят. В помощь маленьким пациентам удалось собрать почти полмиллиона рублей. А значит, подарить им надежду на выздоровление. А людям с ограниченными возможностями здоровья – уверенность в себе. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.